Здравствуйте, меня зовут Елена Ушакова. Я из города Павловска, нашей Воронежской области. Сегодня я расскажу вам о своем увлечении, которое стало частью моей жизни. И этим увлечением я занимаюсь уже 10 лет. Я изучаю, восстанавливаю и изготавливаю старинные нагрудные украшения нашей Воронежской области. В каждом селе нашей Воронежской области были свои старинные украшения. И они назывались по-разному. И техника плетения, и изготовления у них была разная. Но основу они носили одну. Это были обереги для женщин, для девушек. Например, в селе Пузево Бутурлиновского района, в этом селе были украшения, которые назывались манист круговой и манист весовой. Сегодня я вам покажу мастер-класс изготовления этих украшений. Например, в селе Ливенко тоже был свой оберег. И назывался он подглотник, село Шестакова. Там был гайтан спиной, и гайтан просто назывался гайтан спиной и манист. Носились они и на спине, и у женщин спереди. В селе Кочетовка Хохольского района украшения нагрудные назывались поддушниками. Все эти украшения выполняли обереговую функцию. Они защищали женщин от сглаза, от злого какого-то слова. И женщины верили, и это помогало им, что эти украшения защищали душу в теле. Но сегодня я вам покажу свои украшения, которые я воссоздала по старинным оригиналам. Каждое украшение было не просто украшением, а оберегом для женщины, которая защищала душу в теле. Предлагаю вашему вниманию манист круговой села Пузева Бутурлиновского района Воронежской области. Посмотрите внимательно на это ажурное, яркое, красивое изделие, изготовленное на тесьме, в которые пришиты бусинки, бисеринки такие маленькие, украшены тоже бисером и пайетками. А еще украшалась пуговицами эта часть. Ну, каждая мастерица украшала, как ей нравилось. А низ изделия вот такими махорчиками сделаны, а назывались они сапельки. Это старинный манист, которому больше ста лет, и он бережно хранится у меня в кабинете. Менялось время, и вот уже я изготавливаю изделия свои из материалов, которые можно найти сейчас у нас в галантерее. То есть это вот изделие связанное из мелкого бисера номер 10 и из крупного бисера. Вот такое изделие манист круговой из крупного бисера номер 6. Представляю вашему вниманию манист весовой. Посмотрите, пожалуйста, на это изделие. Оно связано на шерстяном шнуре. Шерстяной вязали мастерицы вручную. И к нему уже приплетались бисеринки. Украшалась пуговичками. И такими махорчиками внизу. Этому изделию тоже больше ста лет. Менялось время, менялся материал. И вот уже вам представляю свои изделия, связанные из крупного и из мелкого бисера. Тоже манист весовой села Пузево. В селах Ярышовка и Ливенка вязались немножко другие изделия, которые назывались подглотниками. Посмотрите, это село Ливенка. Украшение села Ливенка украшалось пуговицами, вот такими вот махорчиками. Махорчиками добавлялись бусинки в это изделие. Ну и рисунок немножко отличался от рисунка села Пузево. Это украшение называется гайтан спиной. Его носили в селе Шестакова. Вот это вот изделие сначала одевалось на спину, а сверху на него одевался вот такой вот ленточный, связанный из бисера и поедок, и украшенный кистями гайтан. А впереди носили вот такой манист, тоже украшенный бисером. Вот, ну, на манист не похоже, но называли тоже манист. В селе Кочетовка Хохольского района были вот такие украшения, и они назывались не манист, а поддушник. То есть закрывали душу женщины. И немножко рисунок другой, и технология плетения другая. То есть, если пузевский манист, мы плетем по кругу, а этот мы плетем вот так, вертикально. Вертикально плетем. Ну и рисунок немножко, конечно, отличался от других манист. В этом селе было два варианта плетения. И были вот такие небольшие поддушники, и вот такие красочные широкие, большие поддушники. Женщины из Новой Усмани украшали свои наряды праздничные вот такими воротниками, ожерельями, вышитым из бус на твердой основе. И украшали вот такими воротниками себя. Сегодня я покажу вам пошаговое изготовление манистокругового села Пузево Бутерлиновского района Воронежской области. Для изготовления изделия нам потребуется тесьма, капроновая нить, бисер номер 6 разного цвета и тоненькая иголочка. Закрепляем нить с одной стороны. Нить у нас должна быть двойная. Набираем 3 бисеринки, продеваем в тесьму и закрепляем. Так мы с вами провязываем целый ряд белого бисера. При повороте на второй ряд мы добавляем одну бисеринку для поворота и проходим стежочек с ниточкой в серединку из трех бисеринок. Следующий ряд, второй, у нас пошел уже рисуночек. Значит, первый стежочек мы делаем три бисеринки белых, а второй и третий стежок три бисеринки черных. Провязываем весь ряд и у нас получается вот такое вот изделие и такой рисунок. Третий ряд у нас получается наоборот. Мы добавляем два стежка у нас из белых бисеринок и один стежок из черного бисера. Должно получиться вот такое пока что изделие. Четвертый ряд. Первый стежок плетем первый стежок у нас четвертый ряд. Плетем первый стежок у нас три белых бисеринки. Второй стежок у нас одна белая, две черных, третий стежок две черных, одна белая. И повторяем очередность по всему ряду. Пятый ряд. Один стежок. Одна черная, две белых бисеринки. Второй стежок. Две белых бисеринки. Одна черная. Третий стежок. Одна черная, одна белая и одна черная бисеринка. Шестой ряд. Провязываем весь ряд белого в цвета. Получаем рисунок или первый орнамент из трех. Седьмой ряд. Провязываем весь ряд желтым цветом. Можно другим цветом, не обязательно. Но мне показалось, что это будет очень красиво. Восьмой ряд. Добавляем количество бисера в стежке. При повороте нанизываем 6 бисеринок. И начинаем плести в одном стежке 5 бисеринок. То есть добавляем, было по 3 бисеринки, теперь плетем по 5 бисеринок, чтобы изделие у нас равномерно расправлялось по всему краю. Плетем весь ряд синим цветом. Девятый ряд. Проплетаем белым цветом по 5 бисеринок весь ряд. Десятый и одиннадцатый ряд. Плетем уже рисунок. Значит, 3 стежка по 5 бисеринок синий цвет, 2 стежка по 5 бисеринок белый цвет. Повторяем другими цветами. Дальше все по схеме вяжем. Двенадцатый ряд. Плетем 2 стежка синий бисер, третий стежок белый бисер, четвертый стежок красный бисер, пятый стежок белый бисер. Дальше повторяем с другими цветами. Следующий ряд плетем одним стежком синий бисер, второй стежок белый бисер, третий и четвертый стежок красный бисер, пятый стежок белый бисер. Дальше повторяем с другими цветами. Постепенно наше изделие преображается. Шестнадцатый ряд. Дальше повторяем с другими цветами. Обратите внимание, что в восемнадцатом ряду мы добавляем еще бисер. То есть было пять, теперь у нас будет семь. Но на повороте этот ряд начинаем добавлять восемь бисеринок. Плетем изделие согласно нашему рисунку с добавлением уже семь бисеринок. Провязываем один ряд белого бисера. На этом ряду заканчивается второй рисунок или орнамент маниста кругового. И мы начинаем плести третий рисунок или орнамент маниста кругового, который можно разделить на три орнамента. Поочередно нанизываем разные цвета по семь бисеринок в одном стежке. На этом рисунок заканчивается. И мы провязываем белым бисером весь ряд. Теперь нам нужно прикрепить к нашему изделию вот такие махорчики, подвески или сапельки, как говорят в пузево. На одну подвеску требуется от сорока до сорока пятидесяти пяти штук бисера. К готовому изделию пришивается с обратной стороны лента, пуговица или петелька. Украшается тесьма бисером, пайетками или пуговицами.